Друзья и джентльмены, добрый вечер. Я надеюсь, что вы можете услышать меня хорошо. Спасибо большое, что вы здесь в красивом Киото. Спасибо всем. Далее это означает, что это ваша первая встреча, очная встреча IGF. Сегодня мы вам расскажем о том, что такое форум по управлению интернетом, как он работает, как вы можете принять в нем участие, а также каким образом вы можете в долгосрочной перспективе взаимодействовать с форумом, с тем, чтобы у вас голос был услышан. Меня зовут Аня Гейнон, я работаю в секретариате IGF. Мы расскажем вам о работе секретариата чуть позже. Он физически находится в офисе ООН в Женеве и занимается обеспечением работы форума по управлению интернетом. Секретариат работает с самого начала, с момента основания IGF. К сожалению, ряд наших коллег не смогли присоединиться к нам, но вы сможете познакомиться с ними после официального открытия форума. Поэтому, если у вас появятся какие-то вопросы, вы всегда сможете обратиться ко мне, либо к другим сотрудникам секретариата. У нас здесь офис имеется, комната 104, пожалуйста, обращайтесь. А сейчас я бы хотела рассказать вам вкратце о том, что же такое IGF, с чего, собственно, все началось, и каким образом вы сможете в долгосрочной перспективе взаимодействовать с форумом. Я расскажу вам об истории форума. Буквально в нескольких слайдах два десятилетия уже существует IGF. Основную часть нашей встречи мы посвятим все-таки диалогу. Секретариат очень хотелось бы услышать от вас ваши мысли, узнать о том, что вы думаете об IGF, ваши ожидания от форума. Это очень ценная информация для нас, помогающая нам улучшить процессы. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Концепция подразумевает многосторонний процесс, в центре которого стоит человек. В начале 2000-х годов многосторонние, к сожалению, мы слышим посторонние звуки, скорее всего, из зума. Поэтому, пожалуйста, выключите микрофоны, обращаясь к нашим техникам, к технической поддержке, с тем, чтобы нам это не мешало работать. Позвольте мне буквально пару минут потратить на историю, и затем у вас будет возможность высказаться. Итак, многосторонний процесс и модель многосторонности в свое время была весьма новой, экзотичной, если так можно выразиться. И в конце 90-х годов, в начале нулевых, эта концепция стала выходить на первый план. И оно подразумевается взаимодействие с разными заинтересованными сторонами. И это же касалось процесса управления интернета с одновременным обеспечением физической операционной безопасности, соблюдением прав человека, также концепцию единого интернета без фрагментации. В начале нулевых годов была создана рабочая группа по управлению интернетом. В ее состав входили различные заинтересованные стороны или специалисты, и некоторые из них присутствуют здесь, на этом форуме. Поэтому для вас они могут стать интереснейшим источником информации. Кстати, можете в Википедии посмотреть их имена и познакомиться с ними. Очно на этом форуме. Итак, было дано рабочее определение управления интернетом, как разработки и применению правительствами, частным секторами и организациями гражданского общества в своих соответствующих ролях, общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений, программ, которые определяют эволюцию и использование интернета. Это определение используется по-прежнему и сегодня, хотя оно уходит корнями еще во времена до существования IGF. Оно по-прежнему сохраняет свою актуальность. Далее. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. На ней государства-члены призвали создать многосторонний форум, который позволял бы всем заинтересованным сторонам обсуждать вопросы, касающиеся управления интернетом. Две фазы проходили в 2003-2005 году в Тунисе и затем в Женеве. После двух фаз работы был созван IGF. Формально IGF начали созываться с 2006 года. Тогда Кофе Анан, тогда генеральный секретарь ООН, созвал форум. И в конце октября, в начале ноября 2006 года состоялся первый физический форум в Афинах. Организовал его правительство Греции. Это то, что касается истории. И сегодня у нас проходит 18-й форум по управлению интернетом или IGF. И эти встречи организуются не просто специализированными компаниями. В этом активно участвуют правительства стран, где проходят форумы. И существуют различные механизмы в структуре IGF. Я показываю вам сейчас на слайде. Во-первых, у нас существует МЭК. Это многосторонняя консультативная группа. В нее входят представители различных заинтересованных сторон. Председатель выбирается членами. И члены группы назначаются официально генсекретарем ООН ежегодно. Эта рабочая группа консультирует генерального секретаря по структуре и по вопросам управления интернетом. Пол Митчелл, нынешний председатель. Он первый председатель из гражданского общества. Возможно, если вы услышите его выступление уже в ближайшее время. Кроме этого, МАК или группа предусматривает ротацию председателя. Поэтому следите за новостями. На сайте IGF размещаются соответствующие новости. МЭК или консультативная группа ротируется. То есть ежегодно ротируется треть ее членов. И сегодня мы услышим о новых кандидатах в процессе ротации. Это будет 11 новых членов. Очень интересно всегда наблюдать за обновлением состава рабочей группы. Если вы хотите принять участие в работе этой группы, МЭК, то кандидатуры обычно выдвигаются в первую половину каждого года. В течение двух недель примерно объявляется выдвижение кандидатов. И любое лицо, представляющее какую-то организацию, может быть выдвинуто. И затем утверждено на один срок, на первый срок с возможностью продления до трех сроков. Структура IGF претерпевает изменения и реформы. И сегодня мы будем также говорить о руководящей комиссии IGF, которая назначается генеральным секретарем. И это входит в раму процесса цифрового сотрудничества. IGF от него требуется приспосабливаться к требованиям времени с учетом изменяющихся технологий. С тем, чтобы механизмы, которые управляют этими технологиями, не отставали от развития технологий. Таким образом, этот орган, это многосторонний орган из 15 членов. Часть из них занимают должности в силу своей должности. То есть, как, например, специальный представитель по цифровым технологиям. Также в него ходят представители страны, в которых проводился форум в этом году, а также в предыдущем году и в следующем году. Таким образом, обеспечивается непрерывность дискуссий. Вчера, в рамках последней, если не ошибаюсь, сессии в данном зале, вы смогли познакомиться с большинством членов этой комиссии. Но у вас будут еще и другие возможности с ними познакомиться, услышать об их планах на развитие IGF, с тем, чтобы повысить видимость этой организации. Также в планах по вовлечению тех, кто еще не участвует в его работе, с тем, чтобы никто не был забыт. Я надеюсь, что на этом слайде вы видите их имена. Очень разносторонний у нас состав. И отец интернета, президент, является руководителем этой комиссии, Мария Ресса, которая выступала и хорошо известна всем из вас. Она также входит в этот орган. И частью IGF является секретариат, где я работаю. Вот как раз во Дворце нации размещен наш офис в Женеве. Секретариат занимается обеспечением работы IGF с соблюдением процедур и принципов IGF. Что такое принципы IGF? Это открытая, инклюзивная, некоммерческая, многосторонняя организация или процесс. Финансируется он из внебюджетных средств. Иными словами, каких-то постоянных каналов финансирования у форума нет. И он полагается на доноров, на поддержку финансовую со стороны разных организаций и правительств. Поэтому на сайте IGF вы сможете ознакомиться со списком доноров, которые финансируют, которые вкладывают средства в целевой фонд IGF. Если у вас появятся какие-либо вопросы, я могу вам сказать, что в частности в нас вкладываются и ряд правительств постоянно, технологические компании, но также некоммерческие организации или организации гражданского общества. Поэтому состав спонсоров IGF или организаций, которые освещают финансовую поддержку, достаточно разнообразный. И таким образом обеспечивается работа IGF в течение уже двух десятилетий. Это то, что касается процесса. Он включает не только ежегодные собрания. Есть два основных компонента, о которых стоит запомнить. Во-первых, это межсессионная работа. Вся работа, которая проводится между двумя ежегодными собраниями, попадает в эту категорию. Это какие-то мероприятия на уровне местных сообществ и другие. Далее, важнейшей частью этого процесса также является то, что происходит сегодня и в ближайшие несколько дней. Это ежегодное собрание Международного форума по управлению интернетом. Представители различных правительств, как видите, эти собрания проводились в разных странах. Флаги, собственно, говорят сами за себя. Следующая страна-хозяйка будет объявлена вскоре в течение этих нескольких дней. Поэтому следите за новостями. Итак, в прошлом ежегодные собрания проводились в разных странах. Нам очень приятно вернуться в Азиатско-Тихоокеанский регион. После долгого отсутствия, если не ошибаюсь, на Бали встреча была в 2013 году. Это последняя встреча в этом регионе. Динамичная атмосфера – это то, чем сопровождается каждое ежегодное собрание IGF и гала-ужины. Например, такой, как прошел вчера, на нем уже ощущается незабываемая динамика, в которой характеризуются наши ежегодные собрания. Ведь здесь собираются люди, которые буквально болеют интернетом и сопутствующими услугами. Ведь интернет может действительно изменить мир к лучшему и улучшить жизни людей. Конечно, IGF не является формом, принимающим решение. Но это не означает, что он не выдает никаких конкретных и применимых результатов. Пожалуй, самой большой ценностью как для организации, так и для отдельных лиц является то, что вы можете обмениваться контактами, налаживать связи, обмениваться опытом, передовой практикой. И затем, возвращаясь к себе на места, вы можете улучшать вашу работу, брать на вооружение эти наработки. И на сайте IGF есть так называемые сообщения IGF, в которых кратко содержатся в выдержке итоговое положение по итогам ежегодных завещаний. То есть это конкретные тезисы, определяющие нашу работу по разным подтемам. Основными подтемами, многие из вас уже знают их наизусть, это интернет, к которому мы стремимся. Это общая тема с восьмью подтемами. Они весьма широки по природу, начиная с искусственного интеллекта, новых технологий, права человека и так далее. А также вопросы экологии, управления данными, физическая операционная безопасность и так далее. То есть подтем много, может быть, сначала вам кажется, что этого слишком много, слишком широкая повестка. Но, тем не менее, это все-таки отражает мир, в котором мы живем, в том, что касается интернета и среды в интернете. Мы должны учитывать все тенденции и обеспечивать инклюзивность. Поэтому мы уверены, что ваш вклад в работу позволит обеспечить лучшую информированность нашего интернет-сообщества. Этот форум ознаменовался рекордным количеством зарегистрированных участников. Почти 9 тысяч участников зарегистрировались на этот форум, на 18-й IGF. Свыше 75% из них изъявили приехать сюда лично, остальные 25 – онлайн-участники. Что касается статистики по зарегистрированию участников, то там есть участники из различных групп. То есть это и правительство, и международные, и межправительственные организации, организации гражданского общества, научно-академические круги, технологические компании и другие связанные отрасли. А сейчас первый компонент процесса IGF – это межсессионная работа. Что это означает в конкретных терминах? В чем ценность участия в межсессионной работе? И что требуется от вас, если вы хотите принять в них участие? Межсессионная работа – это мероприятие, которое проходит между двумя годовыми собраниями. Результаты этой работы как раз обсуждаются в ежегодных общих собраниях. У нас есть различные здесь механизмы. Это многосторонние сети, которые делают упоры на конкретные вопросы, где определяются существующие проблемы, изучается передовая практика, те методы, которые требуют изменений, и те действия, которые требуются для стимулирования прогресса. К примеру, в этом году форум передовой практики по вопросам кибербезопасности будет обсуждать нормы соглашения на международном уровне, международном уровне. Будет специальная сессия, посвященная кибербезопасности, и вы можете принять в ней участие, чтобы узнать о положении дел в этом направлении. Но в течение года мы работаем путем, в том числе посредством листа рассылки. Вы можете на него подписаться. И многосторонняя консультативная группа как раз предусматривает, что пара членов этой группы готовят такие рассылки. И таким образом рассылается информация. И примерно раз в месяц проводятся онлайн-совещания по обсуждению этих вопросов. И раз в год на ежегодных собраниях мы встречаемся очно. Это то, что касается механизмов работы. Далее, что касается масштабов, то, например, у нас есть сессии, посвященными общим мерам политики, где обсуждаются более широкие вопросы, что необходимо изменить в нормативном правовом поле, что требуется для разрешения конкретных проблем. И в этом году МЭГ, эта группа, определила три направления. То есть обеспечение доступа, дальше искусственный интеллект и противодействие фрагментации интернета. Вы можете подключиться к этим сетям посредством подписки на их лист рассылки. Дальше, что касается вот этих сетей, то у них есть конкретные целевые группы, которые занимаются конкретными вопросами, а также вовлечением в эту работу соответствующих заинтересованных сторон для обеспечения разносторонности процесса. Далее, но эти направления, их работа определяет не только МЭГ, не только эта консультативная группа, но также и вы сами. Консультативная группа МЭГ определяет, например, конкретные, определяет темы, также повестку дня ежегодного собрания, также темы, которые наиболее актуальны на данный период. То есть они определяют приоритеты на конкретный период. Но при этом механизм динамичной коалиции подразумевает участие специалистов из разных дисциплин, из разных групп заинтересованных сторон и регионов. Они работают по конкретным направлениям, многие из них уже в течение многих лет, то есть с момента основания форума. То есть это конкретные вопросы. К примеру, у нас есть динамичные коалиции, сейчас у них 24, но к ним прибавится после этого совещания еще три. Например, вопросы блокчейна, доступа, скажем, к библиотекам, система доменных имен и так далее. Вы можете ознакомиться с их работой на сайте IGF. Из подробной информации можете подписаться на лист рассылки конкретной динамичной коалиции. Далее, частью процесса IGF является укрепление потенциала. Это включено в мандат IGF. Укрепление или наращивание потенциала во всех странах, как развитых, так и развивающихся. Стратегия по укреплению потенциала обновляется ежегодно, корректируется в зависимости от конкретных потребностей. Я хочу привлечь ваше внимание к ряду направлений. Во-первых, это парламентское направление, а также молодежные треки. Есть парламентские и молодежные треки, в частности, на этом ежегодном встрече. И вот наша коллега Селин в этой комнате, в этом зале она находится, в частности, занимается координацией и сотрудничеством с региональными форумами. Это помогает нам более эффективно взаимодействовать с местными сообществами. Например, в этом году мы провели целый ряд специальных семинаров в азиатско-тихьянском регионе, в частности, в Брисбоне, в Австралии, а также в Африке, в Нигерии. И в рамках нынешнего IGF мы провели ряд семинаров по укреплению потенциала, где приняли участие, например, члены парламентов и стран-участников. Поэтому еще раз призываю вас зайти на сайт и посмотреть там на пример работы парламентского трека, в частности, расписание сессии. И вот сегодня состоится одна из таких встреч с тем, чтобы мы могли более эффективно взаимодействовать с депутатами ваших парламентов, ваших странах. И также устойчивость процессов — это, конечно, каждый важный вопрос. Для этого мы работаем с молодежью. У нас есть специальный трек, специальное направление работы с молодежью. И многие молодежные координаторы активно принимают участие в нашей работе, помогая нам заниматься вопросами, например, конкретные вопросы по управлению интернетом. В этом году молодежь нам подсказала, что их наиболее интересует вопрос безопасного цифрового будущего. И в рамках этого мы провели пару семинаров по укреплению потенциала, в том числе и в рамках региональных IGF, как, например, по аналогии с парламентскими семинарами. Так вот, европейский IGF провел соответствующие мероприятия для молодежи в Финляндии. Затем в АТР в Азиатско-Тихианском регионе, в Австралии состоялось мероприятие. И в регионе Латинской Америки, в Колумбии. И, наконец, в Африке, в Нигерии в сентябре прошло мероприятие нашего молодежного трека. И вот буквально вчера мы провели молодежный саммит IGF, где мы говорили о важности диалога между нынешним поколением лидеров и специалистов и будущим поколением таковых. И посыл, который мы слышим от молодежи, это то, что молодежь заинтересована в активном участии в этой работе, но они не хотели бы быть изолированными. Поэтому очень важно поддерживать наполненный смыслами диалог с теми, кто принимает решение прямо сейчас. Я уже говорила, упомянула в своей речи предыдущие инициативы IGF. У нас есть работа как на глобальном, национальном, региональном уровне. Есть национальные и региональные инициативы НРИ, которые, собственно, в чем их смысл? Что нет необходимости создавать IGF в конкретной стране, но вот эти национальные и региональные инициативы помогают нам взаимодействовать на страновом уровне, используя модель работы IGF. И поэтому многие регионы стали у себя в итоге организовывать процессы IGF, используя те же самые процедуры и рамки в своих сообществах. Продолжается это уже 18 лет, и в результате этого в настоящий момент секретариат признает более 160 признанных НРАИ, которые, признанные секретариатом, прошли процесс признания. И благодаря этому они могут быть включены в сеть, поддержки и следуют принципам IGF. Мы проводим ежегодную встречу. Как вы знаете, несколько сессий на этой встрече посвящено их поддержке. И проводим также консультации по принципу «снизу вверх». Многие из них также присутствуют здесь, в Киото. Будут проводить основную сессию, несколько совместных сессий. Хочу пригласить вас принять участие в этих заседаниях, познакомиться с коллегами и узнать о том, что происходит в разных странах. Кроме того, я хочу поблагодарить Японию, сказать, что в Японии свои собственные национальные IGF недавно проводили собственную ежегодную встречу. Это было в начале сентября. Это прекрасная основа для привлечения сообщества в Японии к участию в IGF. Ну, у вас, конечно же, будет возможность задать вопросы непосредственно руководителям, поэтому я не буду на этом останавливаться. Я надеюсь, что вы зашли в так называемую деревню IGF, которая находится рядом с регистрационной стойкой. Деревня IGF – это несколько стендов, и таким образом вы можете связаться с различными организациями, институтами, которые проводят великолепную работу в области интернет-управления. Прекрасная возможность узнать о том, чем занимаются эти организации, каким образом можно разработать партнерство и ориентироваться на долгосрочное сотрудничество. Вы знаете, что у нас есть несколько залов для двусторонних встреч. Если вам хотелось бы провести двустороннюю встречу, вы можете зарегистрироваться и запросить зал для проведения двусторонней встречи. Тогда секретариат сможет одобрить ваш запрос, и вы проведете встречу с другими заинтересованными сторонами. Если вам нужна в этом поддержка, помощь, пожалуйста, обратитесь ко мне. В том, что касается взаимодействия с ООН, то я не буду на этом остановиться подробно, лишь вкратце скажу о взаимосвязи с повесткой на 2030 год. 17 ЦУР – это сквозная повестка дня, которая также и важна для IGF. Вчера много было сказано о том, каким образом ЦУР позволяет ускорить процесс достижения устойчивого развития. И мы, как организаторы этой сессии, участники должны со своей стороны задуматься над тем, каким образом можем мы поддержать ЦУР, и каким образом цифровые технологии и процессы, связанные с государственной политикой образцами цифровых технологий, могут быть с этим связаны. Вначале я уже говорила о концепции цифрового сотрудничества. Я знаю, что многие из вас слышали об этом, особенно о глобальном цифровом договоре, наша общая повестка. Как вы знаете, генеральный секретарь как раз ее сформировал. И задача как раз состоит в ориентировании на будущее, на долгосрочное будущее, которое должно приносить пользу всем. Это уже повлияло на работу IGF. И, конечно же, наши группы руководителей будут говорить о дорожной карте, об итогах цифрового сотрудничества. Надеюсь, что мы сможем обсудить это более подробно, всю эту концепцию. В том, что касается нашей общей повестки и глобального цифрового договора, это будет обсуждаться на нескольких заседаниях этого IGF. Безусловно, вскоре государства начнут процесс переговоров с тем, чтобы понять, что это будет означать на практике. Мы будем обсуждать вопросы, которые будут касаться цифрового управления, политики в области цифровых технологий и участвовать в обсуждениях, связанных с этим. Мне хотелось бы сейчас открыть премии, если хотите, дать вам возможность задать вопросы. У нас есть еще несколько минут. И вы можете не только задать вопросы, но и поделиться своими соображениями, рассказать о том, как вы относитесь к вебозначным вопросам. И, кроме того, вы можете написать нам электронное письмо IGF-собака-ен.орг. Это связь с секретариатом IGF. Будем рады вам ответить. Кроме того, мы присутствуем в социальных сетях, на Фейсбуке, на Твиттере, в Инстаграме. Кроме того, есть мобильное приложение IGF. Можете его скачать. Надеюсь, что вы это сделаете. Куда удобнее пользоваться этим приложением, чем сайтом. Скажите, насколько удобно пользоваться нашим приложением. Если будут какие-то конкретные критические замечания, мы постараемся их исправить. Есть ли замечания, комментарии, вопросы по всему вышесказанному. Насколько я понимаю, для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать, вы можете подойти к микрофонам, которые стоят перед сценой. Может быть, у нас есть вопросы от удаленных участников? Из зала, кажется, никто не просит слово. Из тех, кто присутствует в зале, никто не просит слово. Есть ли вопросы от удаленных участников? Благодарю. В таком случае мне сообщили, что удаленные участники также в настоящий момент не хотят высказаться. Но будем считать, что это комплимент. Значит, все было понятно. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда с тем, чтобы принять участие в форуме по управлению интернетом. Я была рада возможности рассказать вам об IGF на этой первой сессии. Вы знаете, что скоро будет официальная церемония открытия. И, конечно же, без сомнения, все, кто отвечает за техническую организацию церемонии открытия, будут рады тому, что у них будет несколько дополнительных минут для того, чтобы подготовиться. Так что, если мы завершим это заседание чуть пораньше, то это не страшно. Вы можете прийти к нам с дополнительным вопросом, если не появится наш номер офиса 104. Рада была с вами встретиться. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова